Здравствуйте! Эфир городского телеканала продолжает программа «Точка зрения» в студии Нина Колтина. Мой гость сегодня это заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. Михаил Александрович, здравствуйте! Поговорим сегодня о муниципальной программе формирования современной городской среды. Для начала скажите мне, что вообще входит в эту программу, что такое современная городская среда? На самом деле это не столько муниципальная программа, вообще это программа федеральная. И она как раз по всем регионам вышла при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. И направлена в первую очередь на выявление инициатив от граждан, участие их в формировании, планировании благоустройства прилегающей территории к их домам. Это и общественные территории, парки, скверы. И самая главная задача здесь, что направлено? Выявить вот эти вот инициативы, пожелания для того, чтобы впоследствии при реализации программы благоустроительной, а туда входит и асфальтировка, и озеленение, и многие перечни работ, освещение, установка малых форм. Выявить именно то, что необходимо, сделать ее комфортную для проживания людей. Вот это основная задача. Город Ярославль успешно в данной программе участвовал. Выделялось порядка 180 миллионов на реализацию данной программы. Что входило сюда? Мы вместе с жителями, мэр города лично обошел каждый двор, который в этом году был в программу включен. Провели собрание, выявили те необходимые моменты, на которые акцентировали жители. Где-то, еще раз повторюсь, может не хватало освещения, где-то парковочных мест, где-то люди отказались от парковочных мест в сторону городка и наоборот. Здесь самое главное, что мы сумели вместе с жителями учесть все их пожелания и все мнения. Порядка 200 домов в этом году, им повезло, они оказались в этой программе. Помимо всего прочего, у нас еще общие посещаемые зоны, такие вот как парки. Это Бутусовский парк, он преобразился. Там появились новые дорожки в плитке, там появились малые формы. Та площадка, которая находилась, она отремонтирована. Здесь под ней сделано качественное покрытие срезиновое, чтобы дети могли спокойно в межсезонье заниматься, играть, гулять на этой площадке. Ну и чтобы они, соответственно, не могли запачкаться, когда появляется дождик или что-то. Ну и все-таки оно и противоударно, скажем так. Мало ли где подбежал, подскользнулся, и тут резиновое покрытие. Я считаю, что вообще вот та тенденция в городе, которая выбрана, а у нас и по программе «Решай вместе», и вообще будем требовать и от застройщиков к при сдаче домов, когда они останавливают малые архитектурные формы, они должны быть обязательно с резиновым покрытием. Ну, это требование, которое будет в Ярославле всегда исполняться. У меня к вам вопрос такой. Вы говорили о том, что программа позволила выявить какие-то наиболее болевые точки, наиболее проблемные места и решить их. Но мне кажется, здесь еще одно из ключевых слов – это инициатива. Бюджетирование именно инициатива самих жителей. Как у нас ярославцы включились в эту работу? Действительно, готовы ли они это? Насколько важно проявить эту инициативу и решить самому в какой-то мере эту проблему? На самом деле готовы. И сегодня потребность, и желание людей участвовать, оно больше, чем возможности финансовой данной программы. Есть адреса, которые у нас, скажем так, претендовали в программу 2017 года. Мы их включаем в 2018 год. Ну, вот они не смогли попасть в текущий год из-за отсутствия финансирования. Но определяющим, скажем так, критерием уже сегодня и нас настраивает, и федеральное руководство на то, чтобы люди участвовали не только своей собственной. У нас было участие людей. Там посадки деревьев, проведение субботников после проведения работы осенью. А еще участие и финансовое людей. То есть люди смотрят, и когда они вкладывают какую-то небольшую, хотя бы даже копеечку, ну, действительно копеечку, благоустройство дворов, уже по-другому, когда свои собственные деньги вкладываешь и бережливее к этому относишься. Ну, и смотришь, чтобы и хулиганы не раскурочили эти детские городки. Ну, и люди понимают, что да, это вот теперь их общедомовое имущество. И все, что делается, то есть по программе, они уже включают общедомовое имущество и впоследствии за ним ухаживают и содержат. То есть там они передают это право либо управляющей компании, либо если это ТСЖ, то они самостоятельно подбирают организацию, которая этим будет заниматься. Как я понимаю, программа на следующий год будет продолжена. Какие мероприятия запланированы? Может быть, есть уже какой-то запрос от жителей, количество людей, дворов, домов, готовых участвовать? То есть в чем они наиболее нуждаются? Вот есть какой-то такой срез? Уровень финансирования программы на 2018 год будет на уровне текущего года. То есть мы, если сделали в этом году порядка 200 домов придомовых территорий, то есть мы, в принципе, на эту сумму и выходим. К сожалению, у нас нет возможности дополнительно. В этом году мэр принял решение и нашел 65 миллионов городского бюджета, потому что желающих много было участвовать. Плюсом к этой реализации данной программы. На 2018 год, к сожалению, у бюджета нет таких возможностей, поэтому мы будем довольствоваться средствами как раз федеральными. Помимо всего прочего, мы также планируем сделать одну в каждом районе, выберем зону, это либо будет парк, либо бульвар, либо сквер. Например, знаковую зону, на которую пойдет финансирование порядка 20 миллионов под благоустройство. Естественно, все проекты, которые будут участвовать в данной программе, независимо от придомовой этой территории, значит, или парковая зона, они будут обсуждаться с людьми. Формирование, так сказать, технического наполнения будет только исходить от людей, и будут приниматься на общих сходах, собраниях, либо во дворах. Если это будет касаться больших зон, мы будем, я думаю, что выездные такие совещания делать в районных администрациях, привлекать к обсуждению территориально-общественное самоуправление, советов на квартирных домах. И вот сегодня в мэрии города Ярославля как раз встреча проходила со старостами, с территориальным общественным самоуправлением, и мой заместитель как раз презентовал, что да, и существует такая программа, и просим активнее людей еще подключаться к реализации. Очень положительно отреагировали, и самое главное, люди почувствовали результат этой программы в текущем году. И вы знаете, те советы, которые не попали, они уже подходят, скажем так, более с креативными какими-то решениями при формировании программы 2018 года. То есть они хотят уйти от стандартных решений, которые еще в советское время были предложены при планировке дворовой территории, а хотят, чтобы каждый двор был индивидуальный, непохожий, ну и вплоть до того, что на разных уровнях, разные отметки, помимо всего прочего, очень много обращаются людей уже с желанием какие-то, может быть, инженерные сети, где-то ливневую канализацию проложить. Конечно, это удорожание проекта. Чем больше мы на эти вещи будем тратить средств, тем меньше нам на благоустроительные. Но это возможно? Это возможно. Значит, еще раз говорю, что каждый проект мы будем обсуждать со всеми жителями, выходя во дворы. У нас времени немного осталось. Вот хотелось бы узнать сроки, конкретные сроки, когда что начнется, когда будут реализованы какие этапы. Сегодня мы понимаем количество протоколов, совещаний, заявок на дворовые территории, которые мы включаем в 2018 год. Мы должны до конца года провести подготовку проектно-сметной документации и сделать визуализацию данных проектов. С этими проектами мы после январских праздников выходим и за январь проходим все дворы по всему адресному перечню. Собираем обратную связь, учитываем и дорабатываем проекты. Соответственно, после этого мы отправляем их в экспертизу и в марте месяце утверждаем окончательный перечень для того, чтобы реализовать и определять подрядную организацию, которая впоследствии будет выполнять данные работы. То есть, примерно, когда должны начаться эти работы? У нас вообще мы планируем определиться с подрядной организацией. Это в апреле месяц. То есть, почва отойдет в середине мая, в начале мая. То есть, все благоустроительные работы. Чтобы, не теряя ни дня, мы смогли летнее время максимально использовать для того, чтобы качественно выполнить данные работы. Спасибо вам большое. На мои вопросы отвечал заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства мэрии Михаил Кузнецов. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!